Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня пятница, 4 августа, вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии Анна Касаткина. Сегодня трейдеры сосредоточат свое внимание на публикации важных данных. Министерство труда предоставит информацию о состоянии с занятостью в стране и о темпах роста средней заработной платы. Именно эти данные монетарные власти Соединенных Штатов учитывают в оценке готовности американской экономики к подъему процентной ставки. А тем временем вчера вышел отчет от АСМ с расчетом композитного индекса по так называемой активности поставщиков в непроизводственном секторе экономики. И данные разочаровали инвесторов. Показатель за июль оказался на самом низком уровне за последние 11 месяцев – 53,9 пункта. Эксперты ожидали гораздо меньшее снижение индекса к отметке в 56,9 пункта. Так, индекс доллара США возобновил падение к 15-месячному минимуму. В первые часы работы американских трейдеров график опустился к отметке 92,72 пункта. И, скорее всего, неделя завершится для валюты США в минусе. Инвесторы не ждут позитивных изменений, обещанных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Политические разногласия президента США с Конгрессом настораживают и в условиях замедляющейся инфляции. А на рынке все меньше и меньше аналитиков, ожидающих повышения процентной ставки ФРС в течение этого года. О том, как будут дальше развиваться события на финансовых рынках, смотрите в наших следующих выпусках. Всего вам доброго, до свидания.